Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, искренне поздравляю сборную России с достойным выступлением на 31-х Олимпийских играх. И хочу поблагодарить вас за то, что вы с честью прошли через очень суровые испытания. Вы показали высочайшее мастерство, проявили лучшие волевые качества и подтвердили прочные позиции России в мировом спорте. Особые слова признательности наставникам российской сборной, тренерам, медикам, специалистам. Отмечу и большую работу Минспорта, Национального Олимпийского комитета. Мы знаем, как непросто было нашим атлетам в Рио. Накануне соревнований сборная была урезана почти на треть. Её лишили возможности показать себя в видах спорта, где Россия традиционно является признанным фаворитом. Но наша сборная, вы, дорогие друзья, справились со всеми сложностями. Выступили единой командой. Доказали, что победы даются не только числом, хотя в данном случае и число было важно, но и, что не менее, а может быть более важно, умением. Как настоящие бойцы не поплыли, не сломались, а боролись и побеждали. Подчеркну, за российских спортсменов болела не только наша страна. Вас верили и поддерживали все, кто разделяет ценности олимпийского движения. Для кого спорт не просто зрелище, а символ справедливости, равноправия, взаимного уважения и сотрудничества. При этом мы, конечно, высоко ценим тех, кто поддерживает принципы олимпизма, стремится к сохранению единства большой олимпийской семьи. Но, к огромному сожалению, мы стали свидетелями и того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политикой, как конъюнктурно решаются вопросы, как такие качества, как корысть, а может быть и трусость, берут верх над принципами олимпизма. Решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности – это просто цинично – отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни, на тех, кто своим примером даёт надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Я, вы знаете, думаю, что это даже… Мне жаль даже тех, кто принимает подобные решения, поскольку они не могут не понимать, что это для них самих унизительно. Хочу сказать и нашим паралимпийцам. Мы, разумеется, будем вас поддерживать и специально организуем соревнования, где вы сможете показать всё своё мастерство, а поощрение для победителей и призёров будет таким же, каким оно было бы и по итогам Паралимпийских игр. Да, конечно, мы видим и наши ошибки. Мы стремимся и будем совершенствовать антидупинговые российские структуры, причём будем это делать абсолютно транспарентно, с привлечением международных специалистов. Но без всяких сомнений мы не принимаем и не можем принять никаких обвинений в адрес наших атлетов, если они не подтверждены доказательствами и фактами, а будем, наоборот, расценивать это как манипуляцию. Кстати говоря, и я вот, когда мы с вами встречались перед отъездом в Рио, говорил и сейчас считаю, что и сами антидупинговые международные структуры, безусловно, нуждаются в совершенствовании своей деятельности, с тем, чтобы они были избавлены от давления со стороны политики. Их деятельность – это что такое? Это что, военное ведомство, что ли? Она должна быть открытой абсолютно, транспарентной, прозрачной. Все должны знать, кого проверяют, где проверяли, какими средствами проверяли, каковы результаты этих проверок и какие приняты в связи с этими проверками решения. Только тогда международное сообщество сможет доверять проверкам подобного рода. Хотел бы ещё раз отметить, что кроме закона на стороне российских атлетов все честные, здравомыслящие и преданные спорту люди. Свидетельством тому недавнее избрание в члены МОК нашей чемпионки Лены Симбаевой. Пожелаем им успеха на новой работе. И, конечно, убедительный, неубиваемый аргумент в нашу пользу – блестящее выступление в Рио-Олимпийцев России, чистота которых доказана и ни у кого не вызывает никаких сомнений. Думаю, что, как я уже сказал, не только в нашей стране, но и любители спорта во всём мире восхищались победами наших золотых гонбалисток, синхронисток, борцов, представителей фехтования, тенниса, пятиборья и бокса, художественной и спортивной гимнастики. Добавлю, что Рио принёс нам и немало приятных сюрпризов, показал серьёзный прогресс в тех видах спорта, где у нас давно не было успехов. Это парусный спорт, стрельба из лука, ряд других дисциплин. Итоги Рио-де-Жанейро, наши планы на будущее подробно рассмотрим на ближайшем заседании Совета по спорту. Но уже сейчас хочу сказать, обязательно будем помогать нашим атлетам создавать все условия для вашей успешной подготовки и последующих успешных выступлениях. Эти задачи решает и Фонд поддержки олимпийцев. Он давно служит надёжной опорой развития спорта высших достижений. Добавлю, что в этом году Фонд специально поочрит лучших представителей нашей лёгкой атлетики, лишённых Олимпиады. Уважаемые друзья, мы, безусловно, вами гордимся. Ваши победы – достояние нашей страны, достояние России. Пример для миллионов людей, которые завтра сами придут в спорт, выберут здоровье, активный образ жизни. Будут учиться у вас в целеустремлённости, вере в себя и в команду. И, конечно, Россия продолжит бороться за чистоту спорта. Позвольте мне, уважаемые друзья, пожелать вам новых успехов. Поздравляю вас с присуждением государственных наградцев. Спасибо большое. Указом президента Российской Федерации за высокие спортивные достижения на играх 31-й Олимпиады в Рио-де-Жанейро, проявленную волю к победе, стойкость и целеустремлённость, большой вклад в развитие отечественного спорта, орденом почёта награждены Близнюк Анастасия Ильинична, чемпионка Игр Олимпиады по художественной гимнастике. АПЛОДИСМЕНТЫ Великая Софья Александровна, чемпионка и серебряный призёр Игр Олимпиады по фехтованию на саблях. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо вам большое за то, что в нашей стране так любят спорт. Это всё ваша заслуга и большого коллектива. Мы очень гордимся выступать с флагом нашей страны. И спасибо всем тренерам, спасибо федерации, спасибо попечителям и всем, кто вкладывает, помогает, заботится и любит спорт и спортсменов. Ребят, вы молодцы, вы лучшие. Всех поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Власов Роман Андреевич, чемпион Игр Олимпиады по греко-римской борьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Владимир Владимирович. От всей души хочется поздравить всех замечательными победами. Вы действительно гордость. Вы сделали то, о чём мечтают все дети, наверное, в нашей стране, которые завтра пойдут в спортивные залы. Также в этот торжественный момент хотелось бы, главное, благодарность и низкий поклон сказать своей маме за то, что она подарила мне жизнь, за то, что воспитала. Была в самые сложные моменты. И также от лица всех спортсменов хотелось бы сказать, Владимир Владимирович, спасибо вам за веское слово в том, чтобы мы всё-таки приняли участие в Олимпийских играх. Спасибо, низкий вам поклон. И завершающую слово благодарности нашему министру спорта Виталию Ильичу Мутко. Этот человек сделал всё, чтобы мы спокойно тренировались, готовились. И также сказал своё слово, чтобы мы всё-таки выступили на Олимпийских играх. Спасибо всем большое. Егорян Яна Карпетовна, двукратная чемпионка игр Олимпиады по фехтованию на саблях. Ищенко Наталья Сергеевна, двукратная чемпионка игр Олимпиады по синхронному плаванию. Уважаемый Владимир Владимирович, я от лица сборной команды России по синхронному плаванию хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо, что отстаивали наши права как спортсменов до самого конца. Спасибо за поддержку и за внимание, которое оказывается со стороны государства, спорту и спортсменам. Конечно, хотелось бы поблагодарить Олимпийский комитет, Министерство спорта, президента нашей Федерации, а также тех людей, без которых абсолютно точно не было бы наших побед. Это наших замечательных тренеров. Спасибо вам за ваш труд, за вашу самоотдачу и за вашу веру в нас. Также хочу сказать спасибо родным, близким, всем тем людям, которые болели за нас, переживали и верили. Еще очень хочется сказать слова поддержки нашей паралимпийской сборной. Вы для нас уже герои и уже победители. Спасибо вам большое. Поздравляю всех. Спасибо. Патскевич Александра Вячеславовна, чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. Ромашина Светлана Алексеевна, двукратная чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. Шишкина Алла Анатольевна, чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Хотелось бы всех, конечно же, поздравить с замечательным выступлением. Хочу сказать, что Россия — это страна с многовековой историей, с невероятным культурным наследием. И я очень счастлива, что это моя родина. Я родилась в простой семье. Мой отец был военный, мама — учительница. И в этот торжественный момент хотелось бы сказать большое спасибо России за то, что с самого детства я могла заниматься своим любимым делом, тренироваться и в конечном итоге добиться таких высоких результатов. Но ничего этого бы не получилось, если бы не было наших тренеров. Спасибо им большое, Татьяна Николаевна Покровская. Спасибо вам большое за все, что вы для нас делаете. Вы для нас настоящий пример. Спасибо большое всем тренерам, которые работали с нами с самого детства. Хочется сказать большое спасибо нашей Федерации синхронного плавания России за поддержку. И всем тем людям, которые причастны к тому, что мы сегодня здесь, в этом зале. Большое спасибо моей семье, которая поддерживала в самые трудные моменты жизни, которые, к сожалению, были. И в заключении хотелось бы, конечно, сказать большое спасибо вам, Владимир Владимирович, за поддержку, за то, что вы болеете спортом, так же, как и мы. Для нас нет ничего лучше, когда флаг твоей страны поднимается и звучит гимн. Это и есть настоящее счастье. Большое спасибо за поддержку и веру в нас. Орденом дружбы награждены Акопян Ольга Сергеевна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Ахмад Хузин Артур Камилевич, чемпион Игр Олимпиады по фехтованию на рапирах. Бирюкова Вера Леонидовна, чемпионка Игр Олимпиады по художественной гимнастике. Близнова Ирина Юрьевна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Бобловникова Владлена Эдуардовна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Аплодисменты Очень волнительно. Здравствуйте. Хочу поздравить всех призеров Олимпийских игр. Извините, мы сделали невозможное. И уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам от лица всей женской сборной России по гандболу. Хочу выразить вам благодарность, что вы поддерживаете и массовый, и профессиональный спорт. Спасибо вам, что вы один из первых поздравили нас с завоеванием золотой медали на Олимпиаде. Также хочу поблагодарить вас за то, что вы, я думаю, сделали все, чтобы мы поехали туда, в Рио, что мы доказали, что мы сильнейшие. И что впервые за 36 лет наша сборная по гандболу стояла на пьедестале и слушала свою честь гимна Российской Федерации. За этими победами стоит огромный-огромный труд, и огромный труд очень большого количества людей. Это Федерация гандбола России, которая делает все для нас. Это, не знаю, вся наша огромная страна, все болельщики, которые, не знаю, ставили будильники в 2 часа ночи, и смотрели наши игры, и поддерживали нас, и болели. За этот невероятный вид спорта, за гандбол, который очень красивый, очень динамичный. Я хочу попросить, Владимир Владимирович, просто чтобы вы нам помогли, чтобы вы поддержали нас. Потому что, я думаю, мы все свои победы доказали, что мы хотим, чтобы в Российской Федерации, в нашей огромной стране, все играли в гандбол. Дети, взрослые, все. Спасибо большое. Бяхирева Анна Викторовна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Гаврилова Юрия Петровна, чемпионка Игр Олимпиады по фехтованию на саблях. Дереглазова Инна Васильевна, чемпионка Игр Олимпиады по фехтованию на рапирах. Дмитриева Дарья Евгеньевна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Яченко Екатерина Владимировна, чемпионка Игр Олимпиады по фехтованию на саблях. Ерохина Татьяна Владимировна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Жилинскайте Виктория Юрьевна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Ильина Екатерина Федоровна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Калинина Виктория Викторовна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Колесниченко Светлана Константиновна, чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. Кузнецова Полина Викторовна, чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. Лисун Александр Леонидович, чемпион Игр Олимпиады по современному пятиборью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Всем хочется сказать большое спасибо. Всем спортсменам, всем тренерам, всем тем людям, кто смог организовать эти игры и каждый день нашего тренировочного процесса. Хотелось бы выделить тренера Алексея Олеговича Хапланова, сказать ему огромное спасибо, низкий поклон. Также спортшколу Северный, Федерацию современного пятиборья, Министерство спорта, естественно, Олимпийский комитет России. Всем низкий поклон. А также сказать спасибо Владимиру Владимировичу за поддержку нашего вида спорта, очень непростого. Спасибо за то, что есть возможность развивать наш вид спорта в далеких регионах. За все, за все. Спасибо за это. И за популяризацию нашего вида спорта. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Максимова Анастасия Ивановна, чемпионка игр Олимпиады по художественной гимнастике. АПЛОДИСМЕНТЫ Мамун Маргарита, чемпионка игр Олимпиады по художественной гимнастике. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, для меня и для всей нашей команды Огромная честь находиться здесь и огромная честь поблагодарить всех тех, кто помог нам победить в Олимпийском Рио. Ирина Александровна, наша любимая, всегда говорит нам, что мы мирные воины, что мы воины света. И когда мы поднимаемся на пьедестал, с нами поднимается на пьедестал вся наша страна. Мы понимаем, что, конечно, когда мы выступали, мы выступали не только за себя, но и за тех, кто не смог поехать на эту Олимпиаду. Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто поддерживал нас, болел и был с нами на этом нелёгком и тяжёлом пути. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Маринникова Екатерина Александровна, чемпионка игр Олимпиады по гандболу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мудранов Беслан Заудинович, чемпион игр Олимпиады по дзюдо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я поздравляю всех спортсменов за заслуженной медалью на Олимпийских играх. И я хотел бы поблагодарить тренеров, личных тренеров и тренеров сборной, и спарринг-партнеров, которые нам помогали подготовиться к этим соревнованиям. Хотел бы также поблагодарить президента Федерации дзюдо России Василия Васильевича Анисимова, президента Международного союза дзюдо Аркадия Романча-Ротенберга, президента Европейского союза Сергея Игоревича Соловейчика. И отдельную благодарность хотел бы выразить генеральному менеджеру сборной России Эльцу Агамба, без которого, может быть, и этой медали у нас и не было бы в дзюдо. И, конечно же, я хотел бы вам сказать, Владимир Владимирович, огромное спасибо за то, что вы нас поддерживали, верили и болели за нас до последнего момента. Всем желаю удачи и новых побед! АПЛОДИСМЕНТЫ Петрова Майя Андреевна, чемпионка Игро-Олимпиады по гандболу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прокофьева Елена Геннадьевна, чемпионка Игро-Олимпиады по синхронному плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ РАМОНОВ СОСЛАН ЛЮДВИКОВИЧ, чемпион Игро-Олимпиады по вольной борьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ САДУЛАЕВ АБДУЛ РАШИД БУЛАЧЕВИЧ, чемпион Игро-Олимпиады по вольной борьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые присутствующие. В первую очередь хотелось бы поздравить всех спортсменов с успешным выступлением на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И хотелось бы поблагодарить тех людей, без которых, может, и не было бы этой медали. Это руководство спортивной борьбы России во главе с Михаилом Герзеевичем Маймиашвили, всему тренерскому штабу в лице Джамулата Ильича Тедеева и моих личных тренеров Дашамиля Амарова и Магомеда Магомедова. И особую благодарность хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, за то внимание и за ту поддержку, которую вы оказываете российскому спорту. И несмотря на то, что на наших спортсменов до последнего была оказана психологическая... И это, наоборот, сделало нас еще сильнее, и мы доказали, что Россия – это великая страна. Всем удачи и новых побед! Спасибо большое! Сафин Тимур Марселевич – чемпион и бронзовый призер Игр Олимпиады по фехтованию на рапирах. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Много говорить не буду. Хочу сказать слова благодарности всем тем людям, которые работали с нами, поддерживали нас, верили в нас. Большое спасибо! И хочу сказать, я очень горд выступать за такую великую страну. Всем спасибо! И до свидания! АПЛОДИСМЕНТЫ Сень Анна Сергеевна – чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Судакова Марина Владимировна – чемпионка Игр Олимпиады по гандболу. АПЛОДИСМЕНТЫ Татарева Анастасия Алексеевна – чемпионка Игр Олимпиады по художественной гимнастике. АПЛОДИСМЕНТЫ Тищенко Евгений Андреевич – чемпион Игр Олимпиады по боксу. АПЛОДИСМЕНТЫ Толкачёва Мария Юрьевна – чемпионка Игр Олимпиады по художественной гимнастике. АПЛОДИСМЕНТЫ Топилина Гелена Дмитриевна – чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ Халмурзаев Хасан Магометович – чемпион Игр Олимпиады по дзюдо. Чеквитадзе Давид Гачаевич – чемпион Игр Олимпиады по греко-римской борьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ Черемисинов Алексей Борисович – чемпион Игр Олимпиады по фехтованию на рапирах. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, поздравляю вас всех с таким достойным, выдающимся результатом. От всех фехтовальщиков нашей страны хотел бы поблагодарить Владимира Владимировича за поддержку массового спорта и высших спортивных достижений. Результат этих побед закладывался задолго до того, как мы приехали в Рио. И, наверное, за 10 лет это будет такой правдивой, наверное, цифрой, на мой взгляд. И также хотел бы поблагодарить от лица фехтовальщиков нашего попечителя Алишера Бурхановича Усманова за его заботу, за его участие в нашей жизни, за то, что он интересуется постоянно, то есть не формально участвует в нашей жизни, а интересуется жизнью каждого из спортсменов. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович, спасибо большое, Алишер Бурханович. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Чигирёва Влада Александровна, чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ Шурочкина Мария Владимировна, чемпионка Игр Олимпиады по синхронному плаванию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 наконец-то я могу сказать слово вашу сторону вот спортсменам часто говорят не знающие люди что такое спорт что ну победа да красиво она далась легко никого даже не волнует никто даже не представляет сколько усилий мы в это вкладываем и никто не видит что мы проделали ради этой победы и я считаю в этом очень большая схожесть и с вашей работой вы очень большую поддержку нам предоставляете помощь вы делаете колоссальную работу но этого возможно не замечают люди и зато все радуются результату и в данной ситуации результат которому вы нас все привели вы привели нас это вы позволили нам поехать на олимпиаду вы нам помогли на нее поехать и это вот именно тот результат который был очень важен для нас спасибо вам большое и поздравляю всех еще раз дорогие друзья мне так же как и наверно подавляющему количеству любителей спорта в россии конечно не все удалось посмотреть в основном отрывками кто-то может быть был более счастливым смотрел почти все или все уверен что в основном то люди смотрят так как или любимые виды спорта либо когда время есть работающие люди смотрят но то что я видел и я наверняка уверен в этом со мной согласятся и миллионы любителей спорта в россии то что я видел впечатляет впечатляет конечно мы радовались победам но еще больше мы радовались вашему азарту вашим обыливым качеством стремлению к победе искреннему стремлению во что бы то ни стало доказать свое первенство и у вас это получилось причем получилось блестяще действительно те кто смотрят на спорт со стороны не знают сколько трудов нужно приложить для того чтобы не только золотую серебряный бронзовую медаль получить для вообще там в некоторых видах спорта даже в десятку войти это это уже подвиг на быть первыми это вообще удивительное достижение тем более что в сегодняшнем мире спорта конкуренция очень большая но вот мы смотрели что девушки наши творили в гандболе но победа то а одно очко два очка просто и и так со всеми соперниками то есть это что говорит о чем это говорит это говоря о том что уровень команды везде примерно одинаковые они все-таки смогли добиться и стать первыми или например вот художественная гимнастика спортивная гимнастика синхронное плавание мы все привыкли к победам и ждем только победы но и там конкуренция колоссальная и чтобы добиться этой победы нужен конечно нужен характер нужно работа талант нужен у вас это все есть я вас поздравляю и желаю вам новых успехов спасибо большое